Приветствую вас, дорогие мои отцы, братья и сестры. Поздравляю вас с сегодняшним праздником, великим праздником, двумя десятым, который завершает наш именно церковный, богослужебный год. А первый праздник Успения, это заключительный праздник церковного года богослужебного, а первый праздник мы сами будем совершать 21 сентября, но уже в честь Рождества Просвятой Богородицы. Вот так церковь именно в начале индикта своего совершает память Рождества Богородицы и завершает свой индикт именно Успением Матери Бога. Это событие вселенского масштаба, которое произошло там, в людей уже в дальней стране, до нас и в дальней. Но очень близко сейчас по духу нам, потому что эти события, которые тогда произошли, о чем говорит нам церковное предание, какое было погребение Божьей Матери, каково было ее Успение. И эти события мы с вами переживаем. Как мы с вами переживаем? А вот так приходим в церковь, молимся, готовимся к принятию святых Божественных Христов и Таинств, тела и крови Христов. Если бы мы с вами вспоминали бы это событие, те события, тех времен, то это было совсем по-другому. Как и остальные праздники, светские праздники, вспоминают он. 100 лет назад было то событие, 200 лет назад было то событие. Ну вспомнили, поговорили, вспомнили о тех, кто был, участвовал, у участников. А здесь мы с вами не просто вспоминаем этих участников и это событие, а мы с вами и сами являемся участниками этих событий, сопереживаем, живется в полной жизни. Простой пример Пасха Христова. Мы же все на Пасху приходим, да? Вот. И когда мы слышим Восмос, Христос воскресе, мы с вами как отмечаем? Во истине воскресе. И эти слова нас с вами оживляли, выставляют от сна какого-то, такого духовного сна. Потому что часто мы живем очень много в жизни плотской, душевной. Порой именно душевные переживания, выдаем за духовные переживания, какие-то научные открытия, наслаждениями, какими-то произведениями искусства, картинами, музыкой, или что там еще, хорошим фильмом насладимся. Но все это проходит. А вот духовное переживание, духовная жизнь, она не проходит, она остается. Она может уйти от нас, если мы живем плотской жизнью. Если мы живем именно по греховным, именно плотским, таким своим желаниям. Такое духовное устремление у нас гаснет. И человек становится мертвым. Мертвым для духовной жизни он не слышит этот позыв. Он не слышит призыв Господу, что пускай этого мимо. Ему это неинтересно становится. Ему интересно совсем другое. Ему неинтересно жить именно так, веселяясь каждый день, наслаждаясь, да? А это веселье проходит. Хорошая компания, хорошие друзья, или что-то еще такое. Хорошая покупка, но это все проходит. Что же должно оставаться? Что же остается после этого? Ничего может не остаться. Душа может опустить от такой жизни. Что же может нас наполнить с вами? Наполняясь мы с вами Духом Божьим. И живем мы, всяким Словом Божьим живет человек. Молитвы Словом Божьим, обращение к Нему. Вот сегодня завершился Успенский пост. Он был кратенький совсем, длиннедельный. Конечно, было кому-то трудно поститься, может кому-то было и легко. Но в чем же значимость этого поста? Вот в сегодняшнем Евангелии, когда, в воскресном Евангелии, когда Господь исцеляет одного молодого человека, который болел под учей болезнью. Папа его привел к Господу и сказал, Господь, вот привел я к твоим ученикам. Они не могут его исцелить? Вот не могут и все. Сделай что-нибудь. А Господь сказал, вот если ты имеешь какую-нибудь веру, как сможешь, что веруешься, значит веруй. А Он сказал, Господи, помоги, мы не верим. И Господь только посмотрел на этого юноша и исцелил его. А ученики спросили, Господи, почему у нас не получилось? Он сказал, что надо иметь веру. Если вы будете веру, хотя бы с горчичное зерно, вы можете горно представлять. Скажете, корея, подвигайся, она подвигается. И сказав так же, что этот маленький человечек, мальчик, который болел под учей болезнью, в котором вселились бесы, Господь их изгнал только одним словом Своим. Ихаверия, его родители, которые сказали, Господи, помоги мы им, не верим. И, ответив на вопрос своих учеников, почему они не могли это сделать, Он сказал, вы знаете, что этот труд изгоняется только молитвой поступки. Вот все наши с вами дурные наклонности, да, дурные привычки, что-то дурное изгоняется чем? Только хорошее. А что нам дает хорошее? Кто нам дает хорошее? Это может дать только Господь Иисус Христос. Он может нам дать только самое главное. И тогда из нас изгонится, отойдет все то ржавое, все ненужное, которое вселяется в нас. Если мы с вами, конечно, прибегаем к молитве, прибегаем к поступку. Конечно, кто-то сейчас может сказать, ну что, а посте говорит, какой пост. Вот мы сейчас в современном мире живем, в мире технологии, в мире информатики огромной. Когда все по мгновению окон мы слышим, можно увидеть по мгновению окон, перенестись моментально, нажав кнопку телевизора или интернета в любой конец мира, мы все это можем увидеть. А тут нам говорят о чем-то таком. Не о мировых проблемах, а говорят о своей проблемах, о которой мы часто не думаем о себе. Потом, когда с нами случается беда, или мы заболеваем чем-то, или привыкаем к каким-то трудным привычкам, тогда у нас какое-то наступает отрезление. Мы начинаем думать, а как же я живу? И вот Господь отвечает на этот вопрос, чтобы как нам исцелиться? Исцелиться от своих вот таких...